Я уже показал тебе, как прорабатывать эмоции другого человека к тебе, даже если разговор окончен, да, знаешь, такое иногда бывает, когда вы как бы поконфликтовали, да, что-то остался какой-то осадочек, и даже если я могу простучать свой осадочек, наверняка у него остался осадочек, так вот его осадочек тоже можно простучать, если ты хочешь. То есть, действительно, твое эмоциональное поле в твоих руках, все на кончиках пальцев, и сегодня мы будем завершать наш марафон, потому что я все, по сути, я все изложил, и у нас осталось вот что еще, и еще один миф, связанный с деньгами, который как бы является еще одним страхом успеха. А что, если я не позволяю себе быть в моей любимой истории, потому что я боюсь, что все от меня начнут хотеть этот успех, от меня захотят эти деньги, получать, может быть, эту энергию, эти знания, и это же тоже как раз вариация страха успеха, связанная с тем, что у других людей, у них как бы нехватка хорошей энергии, а у тебя вот, вот же источник, вот он, путеводная звезда, или в наших терминах путеводная галактика. Ты, наверное, за собой тоже замечал, замечала такую штуку, что ты видишь какого-то другого успешного человека, давай возьмем другую игрушку, возьмем слоника, как ты понимаешь, у меня тут целый зоопарк, и я в этом зоопарке развлекаюсь, делаю суррогатный таппинг, и он приносит отличные результаты, ты можешь завести свой собственный зоопарк. Итак, есть вот этот вот слоник, у которого много денег, много успеха, и возможно он успешен в той области, в которой тебе тоже хочется быть успешным, например, он успешен, не знаю, в продажах, например, или он успешен в том, как водить автомобиль, все что угодно, вот он успешный, и ты хочешь от него получить какие-то ответы, может хочешь получить от него какие-то результаты, а он взял подлец такой и ушел, или отвернулся от тебя, или не стал тебе рассказывать, а может быть он начал тебе рассказывать, но он успешен в том, как водить автомобиль, он успешен в том, как делать продажи, но он не успешен в том, как обучать, и как рассказывать, и как передавать свое знание, Потому что этот навык у него, допустим, не сильно развит. Самые разные бывают истории. Аналогия такая, что ты видишь где-то рыбака, который прорубил свою прорубь, если это зимой происходит. И он ловит очень много рыбы. И ты такой думаешь, я хочу тоже рыбку. Вот он может мне поймать рыбку, то есть дать ответ. То есть рыба это как информация, какой-то хороший ответ. И ты к нему подходишь и просишь, ну поймай мне рыбку. Может быть он тебя поймает, может быть не поймает. Но лучше, конечно, научиться ловить свою рыбку. И как же ловить свою рыбку? Ну, во-первых, вот она твоя удочка. Это твоя история. То есть ты берешь, пишешь ту историю, которая тебе нужна. Тот результат, который ты хочешь. И тебе нужно вот сюда занырнуть. Вот он, этот твой портал, в который тебе нужно зайти. И там ты получишь энергию, которая тебя будет вдохновлять на движение к этой цели. И все ответы, всю информацию. Если продолжать пример с рыбаком, который, значит, знает как продавать. Вот там кто-то продает, кто-то успешный, у кого-то получается. Он может и для меня какую-то информацию тоже выдать. И я пытаюсь к нему обратиться, пытаюсь узнать, как мне правильно продавать мне в моем случае. И он мне что-то отвечает. Может быть хорошо, может быть не очень хорошо, может быть подходит, может не подходит к моей ситуации. Но этот ответ меня не совсем устраивает. Что я делаю? Я беру листок бумаги, пишу на нем историю. Например, у меня увеличились продажи, да, у меня увеличилось еще там что-то. То есть история про тот результат, который я хочу. И я захожу именно в этот результат. И вот там, вот она рыба моей мечты. Вот они там ответы мне начинают идти. Которые на самом деле мне прям на 100% подходят. Даже лучше, чем какой-то там другой эксперт, какой-то там рыбак, который может поймает для меня хорошую рыбу, даст мне хороший ответ. Может быть не даст. И это позволяет нам слышать себя, слышать свою интуицию. И собственно находить свои очень хорошие ответы. Поэтому если ты уже сейчас вот прям горишь. Ах, хочу что-то сделать, хочу развитие, хочу следующего шага. То следующий шаг, вот он, он вот здесь. Заходи в ту историю, которую ты сам себе напишешь. И если твоя цель тебя не вдохновляет, твоя история, то лучше еще раз пересмотри свою цель, пересмотри свое стопроцентное да, потому что цель тебя должна вдохновлять. А не какие-то люди, которые там тебя пинают, заставляют, либо верят в тебя, что ты этого добьешься. Если мне кто-то будет говорить, я верю в тебя, что это ты этого добьешься. И это является двигателем. Чтобы я попал в свою историю, то тут повод задуматься, а туда ли я вообще иду. Потому что если меня не вдохновляет моя цель, если мне не нравится просто ее наблюдать, ее визуализировать, то что-то здесь не так. Так тут нужно сделать тап-тап точно. Потому что свою цель, свою историю не придется себя заставлять представлять. Ты просто наслаждаешься. Это человеческая способность, качество, отличающая нас от животных, что мы имеем это воображение, что мы можем представлять. И что, собственно, это нормально, естественно, наслаждаться тем представлением, в котором ты хочешь быть, заходить в него, работать над своей самооценкой, работать над своим страхом успеха. И вуаля, как-то это вот почему-то случается. Итак, страх успеха. Страх, что если я буду в этой истории, то я буду такой путеводной звездой, я буду такой классный, а все остальные начнут от меня что-то вытягивать, тянуть, хотеть, чтобы я им тоже рыбу ловил, вместо того, чтобы самим ловить свою рыбу. Надеюсь, аналогия понятна. Положи руки на грудь, сделай несколько глубоких вдохов-выдохов. И мы задаем традиционный вопрос. Дорогой мой энергетический ум, если я буду в своей истории, кто будет хотеть от меня что-то получить? кто будет тянуть из меня деньги, энергию, информацию, еще что-то? И энергетический ум тебе подсказывает, кого нужно простучать. Возможно, что он даже лучше тебя понимает, какой вопрос ты на самом деле задаешь, какой ответ тебе наиболее актуален. И представляя этого человека, который от тебя чего-то там ждет, раз уж ты в этой истории, простукивая по ребру ладони. Ну и, конечно, силу того, насколько сильно ждет. Дай себе так, значит, навскидку, субъективно. Десять очень сильно прям требует от тебя чего-то. Пытается, как, знаешь, всосать твою энергию, твой успех, твои деньги. А ноль, это значит, полностью удовлетворена тем, что этот человек, он же тоже на самом деле не ничтожество, не нуждающийся, а тоже не менее великолепная, огромная, с бесконечным потенциалом галактика. Но пока мы простукиваем, как нам представляется сейчас. Хотя я боюсь, что кто-то будет от меня требовать. Может быть, деньги или энергию, или что-то еще. Если я буду в своей счастливой истории, я признаю и принимаю все свои чувства. Хотя я боюсь, что кто-то, можешь назвать кто, будет от меня чего-то хотеть. Я признаю и принимаю все свои чувства. Хотя я боюсь, что кто-то будет от меня чего-то хотеть. Может, тебе представляется, чего же этот человек хочет. Но мы, конечно же, дойдем до этого. Я признаю и принимаю все свои чувства. Я принимаю свой страх, что, наверное, я буду должен. Я буду должен что-то давать. Вот почему я торможу с тем, чтобы быть счастливым в счастливой истории. И хотя у меня есть этот страх, который мешает мне быть в моей счастливой истории, я все равно глубоко и полностью люблю и прощаю, и принимаю себя. И может, этого человека можно назвать кого? И всех, кто с этим связан. Поначалу брови весь этот страх. Под глазом, что если я буду в этой истории? Под глазом, я буду должен что-то отдавать. Под носом. От меня будут чего-то ждать. Подбородок. Я заслуживаю того. Включиться, чтобы что-то давать. Под рукой. Я заслуживаю того, чтобы быть донором. Макушка. И весь этот страх. Начало брови. Мешает мне быть в моей счастливой истории. Край глаза. Я не тороплюсь. Под глазом. Я наоборот замедляю. Под носом все процессы. Подбородок. И все события. Покурил. Которые приводят к результату. Под рукой. Ведь потом. Макушка. Если я посмотрю на этого человека. Начало брови. Если я вообще буду смотреть по сторонам. Край глаза. Я должен что-то отдавать. Под глазом. Я, наверное, какой-то особенный. Под носом. Наверное, я баловень судьбы. Подбородок. Наверное, они не могут то же самое получить. Я должен быть для них источником. Под рукой. Они не могут быть сами источниками денег для себя. Макушка. В их денежной парадигме. Сначала брови. Кто-то должен быть источником. Край глаза. Например, я. Под глазом. Если мне вдруг повезло. Под носом. Хотя какое-то везение. Под бородок. Все эти события и деньги. Чисто это отражение моей самооценки. Под рукой. И какое счастье. Макушка. Что ожидания этих людей? Начало брови. И отношение этих людей ко мне. Край глаза. Это тоже отражение моей самооценки. Под глазом. Интересно, когда это я решил. Под носом. Быть источником для них. Подбородок. Наверное, они такие жалкие и ущербные. Чисто, что они не могут быть источниками для себя. Под рукой. Я такой супер успешный. Макушка. Они такие жалкие. Начало брови. И сейчас я вижу. Край глаза. Что они такие же замечательные. Под глазом. И у них такой же бесконечный потенциал. Под носом. Поэтому я отпускаю любой страх. Подбородок. Что раз я единственная нормальная галактика в этой вселенной? Чисто, я должен чем-то делиться с ними. Под рукой. Сейчас я вижу. Макушка. Что они такие же чудесные галактики. Начало брови. И я отпускаю весь этот страх. Край глаза. Что я источник. Под глазом. Я снимаю это бремя со своих плечей. Под носом. И счастливо позволяю себе. Подбородок закатываться в желаемые истории. Ключится неважно какими путями. Под рукой. Наслаждаясь чудесами. Макушка. Потому что это истории для меня. Начало брови. Это результаты для меня. Для меня. Край глаза. А у других людей их результаты. Под глазом. Я никому ничего не должен. Под носом. Я отпускаю любой страх. Подбородок. Отпускаю этот страх из каждой клеточки своего существа. Читается может когда-то я испугался. Под рукой. И так замер. Макушкой. Что до сих пор не позволяю себе быть в желаемых результатах. Начало брови. Я размораживаюсь. Край глаза. Я свободно и легко двигаюсь. Под глазом. Я наслаждаюсь своими результатами. Под носом. Вытряхивая из своей самооценки. Подбородок. Что кто-то будет от меня чего-то ждать. Ключится. Я заслуживаю того. Под рукой. Что кто-то должен от меня чего-то ждать. Можешь назвать кто. Положу руки на грудь. Сделал несколько глубоких вдохов-выдохов. Ну и конечно мы пойдем сейчас разбираться. Что ж там от этого человека идет. Что там. Что мы впитали. Что мы. Какие мы выводы сделали. Да. Как мы сфотографировали этого человека. Как мы дорисовали его. Представляем его. Вот значит. Я который закатился в счастливую историю. И он такой классный, счастливый, реализованный. Он уже с результатом. А я больше не Паша. А я вот этот вот человек, которого подсказал нам наш энергетический ум. И простукивая по ребру ладони. Хотя Паша должен мне что-то давать. Ты можешь озвучить что. Деньги, энергию, благодарность. Еще какую-то. Что-то. Что-то должен давать. Я признаю и принимаю свои чувства. Хотя Паша должен мне что-то давать. Я признаю и принимаю все свои чувства. Хотя Паша должен мне что-то давать. И может я не говорю этого вслух. Но это как-то ощущается в наших отношениях. Это создает напряжение. Это создает какие-то трудности. На самом деле это портит мои отношения с людьми. Что мне кто-то должен. И если посчитать, кому должен, должна я. То, наверное, я тоже по такой же логике. Много кому должен и должна. Но вот он мне все равно должен. Потому что на меня тоже давили. От меня тоже ждали. И очень трудно перестроиться. И хотя Паша мне что-то должен. Особенно раз ему получилось стать успешным. Я все равно глубоко и полностью. Люблю и прощаю и принимаю себя. И может быть даже Пашу. И может всех, кто с этим связан. Поначалу брови. Кому я должен, всем прощаю. Край глаза. Но Паша должен мне. Под глазом. Я так решил. Решила. Под носом. Вот с какими условиями я что-то ему давал. Давала. Под бородок. Вот с какими условиями я жертвовал собой. Ну или жертвовала. Кажется, что теперь он будет мне должен. И как-то невежливо об этом говорить. Макушка. Но я этого жду. Начало брови. А он очень даже успешен. Край глаза. И я рядом. Под глазом. Поэтому нужно взять как можно больше. Под носом. Интересно, могу ли я исполнить свои желания? Подбородок. Интересно, могу ли я получить все это? Чисто всю ту энергию, которую я хочу получить от Паши под рукой. Получить другими путями. Макушка. Могу ли я быть источником энергии? Начало брови. Неужели он такой особенный? Край глаза. А я какой-то инвалид. Под глазом. Все это давление на него. Под носом. Чтобы что-то получить. Подбородок. Чтобы получить больше. Включиться просто из-за нехватки энергии. Под рукой. Из-за того, что я не чувствую, как это может прийти ко мне. Макушка. Если не он. Начало брови. А он как путеводная звезда. Край глаза. Он успешен. Под глазом. Он там ловит рыбу. Под носом. И он наслаждается этими результатами. Подбородок. А я должен от него это получать? Или должна? Включиться. Все эти выводы. Под рукой. Все эти решения. Макушка. Все эти мысли. Начало брови. Все эти ожидания. Край глаза. Что кто-то придет и спасет. Под глазом. Что кто-то как путеводная звезда. Под носом. Что кто-то источник для меня энергии. Подбородок. Это все просто нехватка энергии. Хочется хотя бы вселенной бесконечное количество энергии. Под рукой. Я хочу открыть свои источники энергии. Макушка. Я хочу отвязаться от Паши. Начало брови. Чтобы между нами были хорошие отношения. Как глаза доверительные и свободные. Под глазом счастливые отношения. Под носом. Я хочу счастливый резонанс. Подбородок. Я хочу свои источники информации. Я хочу свои истории. Под рукой. Я хочу эту свободу и независимость. Макушка. Которую я вижу у Паши. Начало брови. Поэтому я отпускаю любые ожидания. Край глаза. Я открываюсь энергии. Под глазами. Я открываюсь фонтану энергии. Под носом. И чем больше хорошей энергии я получаю. Под бородок. Тем легче мне позволить ему. Лучше просто быть в своих историях. Под рукой. Я открываюсь своей энергией. Положи руки на грудь. Сделай несколько глубоких вдохов-выдохов. И в роли этого человека, конечно же, мы будем делать сейчас позитивный таппинг. И в такой ситуации, когда другой человек хочет что-то от тебя получить, ты для него как некая путеводная звезда. Это такой термин Сильвия Хартман. Его придумала и он очень показательный. То есть мы все время мысленно можем возвращаться к кому-то или к какому-то событию или еще к чему-то, что для нас является этим источником энергии. И это показывает о том, что мы недополучили эту энергию. И что нам нужно на самом деле просто эту энергию простучать. И тогда наше мышление гармонизируется. И вот я, значит, в роли этого человека. Я вижу Пашу в неком успехе. И его успех для меня источник. И я хочу, чтобы ты продолжил эту фразу. Например, его деньги для меня источник благополучия. Или источник его благодарности для меня, источник защищенности или еще чего-то. И когда я понимаю, что я хочу получить от него, особенно в этой истории, можно таким образом проработать, действительно дать эту энергию. Например, можно взять какой-то пример, когда родители от своих детей хотят, чтобы ребенок обязательно был таким или делал вот это или еще что-то. И тогда, например, ребенок не пошел гулять ночью, а остался дома. Для меня это источник. И, соответственно, ты себе это даешь. То есть я сейчас пока нахожусь в роли пока что человека, который от меня чего-то хочет. То есть вот он в этой счастливой истории. Для меня это источник благополучия, например, да? Или безопасности, или спокойствия, или умиротворения, или счастья, или еще чего угодно. И я сейчас снова буду говорить, я хочу больше хорошей энергии, подразумевая ту энергию, которую дал бы мне Паша в своей счастливой истории. Я хочу больше хорошей энергии. По макушке. Я хочу больше хорошей энергии. Ты можешь даже спросить энергетический ум, дорогой мой энергетический ум, а что нужно этому человеку? А что нужно мне? Чего я жду от Паши? Может так, например, если тебе в голову не приходит, что хочет получить этот человек. Я хочу больше хорошей энергии. Поначалу брови. Я хочу больше хорошей энергии. Края глаза. Я хочу больше хорошей энергии. Под глазом. Я хочу еще больше хорошей энергии. Под носом. Я хочу еще больше хорошей энергии, которую может дать мне Паша в своей истории. подбородок я хочу еще больше хорошей энергии которую я жду от паши все его счастливые истории подключиться я хочу еще больше хорошей энергии которая мне нужна под рукой я хочу еще больше хорошей энергии по большому пальцу я хочу еще больше хорошей энергии показательным я хочу еще больше хорошей энергии по среднему я хочу еще больше хорошей энергии по безымянному и еще больше хорошей энергии я хочу. По мизинцу я хочу больше хорошей энергии. По ребру ладони я хочу еще больше хорошей энергии. Снова положу руки на грудь. И снова посмотри на себя в счастливой истории со стороны. Может быть ты еще хочешь больше чего-то получить. Пожалуйста дай себе с помощью позитивного таппинга. Можешь нажать это видео на паузу и повторить еще раз и еще раз вот это прохождение с позитивным таппингом. Все зависит от того сколько времени ты уделяешь таппингу. На этом 30 видео ты уже знаешь какие бывают эффекты, сколько ты можешь в день простукивать, чтобы тебе было нормально. Сколько по времени нужно простукивать, чтобы дойти до такого момента как бы насыщения, когда тебе уже не хочется сегодня простукивать. Может быть и на следующий день уже не хочется простукивать. Это все зависит от твоих ощущений. Поэтому ты уже знаешь как по своим ощущениям сколько ты можешь работать. И давай уже выходить из этого. То есть я не вот этот человек, я больше не этот человек, я снова Паша либо кто-то еще. И на этом мы завершаем наш марафон, потому что он и так получился огромный. И это уже где-то 14 часов. Вот эти все видео они примерно занимают 14 часов и таппинга там 9 часов. Поэтому если ты возьмешь и пройдешь еще раз весь марафон, ты во-первых еще больше проработаешь, сделаешь еще лучше свою денежную парадигму, свою денежную вселенную автоматически. И возможно ты все эти видео как будто в первый раз увидишь и они у тебя совсем по-другому срезонируют, потому что так работает таппинг. Когда ты проступишь те же самые слова по тем же самым видео, все равно приходят твои какие-то внутренние озарения, изменения и ты выходишь на еще более интересный, классный, кайфовый уровень и самое главное этот уровень измеряется баблом, деньгами. Поэтому пиши свой отзыв, свои результаты в комментариях под этим видео. Мне будет очень приятно почитать, узнать какие у тебя изменения. Вся твоя обратная связь она поможет мне делать следующие марафоны, этот марафон продавать, рекомендовать и также я по этой обратной связи пойму как мне лучше делать следующие марафоны. Поэтому пожалуйста пиши в описании под этим видео. И я говорил еще в первом видео, что мне очень нравится такой формат видосов, то есть даже не работа один на один, хотя ей я тоже занимаюсь и она мне тоже нравится, но вот это вот, вот такая работа, она мне кажется наиболее плодотворной, хоть она как бы, то есть получается таппинг в общем, то есть я не знаю твоих каких-то деталей. Но из-за того, что записав эти видео я могу потом дать их огромному количеству людей и они каждый проработает, это во-первых охватывает большее количество людей, чем просто если я живое время потрачу на кого-то. При том, что может быть эффективность как бы меньше, чем если бы мы один на один работали, но зато больше людей это все пройдет. И еще один момент, что второй момент, то есть первый момент, что больше людей так с помощью видео могут пройти. Второй момент, что таким образом в человеке вырабатывается самостоятельность, самодостаточность, что я самодостаточен, да, я могу сам простучать по видео и у меня будут мои результаты. И таким образом ты больше поверишь именно в себя, в свои результаты, в свою силу, в свой потенциал, чем если бы ты работал со мной и как бы у тебя получится так, ты можешь поверить скорее в меня, да, что я для тебя ресурс, а ты типа вот как бы вот со мной вместе, благодаря мне чего-то достиг. А тут как бы намного ценнее, что ты начинаешь верить в себя и соответственно ты еще, еще, еще дальше самостоятельно сразу двигаешься, простучав по этим видео, поэтому я еще очень люблю этот формат вот таких вот видосиков. И это как раз таки проявляет вот эту более гармоничную модель, что не я тут один единственный такой источник, всех согреваю, всем сияю, значит, я тут путеводная звезда, а все остальные какие-то ущербные, а наоборот, это модель, когда каждый самостоятельен, самодостаточен, каждый является источником для себя, да, источником вообще всех этих результатов и мы получаем вот эту вселенную, где очень-очень много галактик и каждая галактика по-своему хороша и красива. И если ты снова вспомнишь про матрешку, про которую мы говорили в самом начале, то вот, пожалуйста, вот она структура вот твоей финансовой вселенной. Если ты хочешь увеличить размеры финансовой вселенной, снова еще вспомни про матрешку, а можешь просто еще раз пройти по этим видео сначала, а можешь наоборот от 30-го пойти к 29-му, потом к 28-му и в обратном порядке пройти. Я надеюсь, что с помощью этого марафона уже к этому 30-му видео ты уже прошел, прошла вот эту такую точку бифуркации, точку полного изменения, полной смены своего состояния. Если раньше деньги были нужны для того, чтобы выжить и ты была сфокусирована на том, чтобы все контролировать, контролировать ситуацию, попытаться еще чуть-чуть заработать, то с помощью вот этой матрешки, да, и с помощью этого таппинга, и с помощью вот этих знаний, этих видео, ты уже, я надеюсь, перешел, перешла вот эту планку от выживания к совсем другому состоянию, когда ты уже понимаешь, что да, я могу выжить, все будет хорошо с моими деньгами, ну и что же мне теперь делать со своей жизнью? И я тоже, когда с помощью таппинга вышел на такое состояние, я сначала искал, не мог понять, и потом понял, что, собственно, вот она вот эта галактика, и если представить свою жизнь вот так вот в виде серии таких шариков, такой, как бы, бусы такие, да, получаются, много-много-много звезд, то есть, как у меня вот здесь на фоне, за спиной висят вот эти фонарики, точно так же очень-очень много вот этих аспектов частей меня. Я в возрасте 1 год, в возрасте 2 года, в возрасте там 17 лет, 15, неважно, много-много-много-много-много аспектов. И что моя задача, и что, собственно, можно делать дальше с помощью таппинга, это каждый из вот этих шариков закатить в свою историю, провести его через вот это вот стопроцентное да, я заслуживаю, и страх успеха, чтобы этот шарик тоже включился, тоже засиял, тоже загорелся, и тогда в целом ты будешь более полноценным, с больше, более богатыми вибрациями. Собственно, это и есть настоящее богатство, богатство жизни. И с тобой будут происходить все более и более интересные истории, потому что каждый этот аспект, он создает свою какую-то историю вокруг. И, собственно, задача эту галактику включить максимально, включить эту гирлянду максимально. И это и есть, как бы, такой долгосрочный план, да, что мне делать, что мне дальше делать. Вот просто брать еще один аспект и снова выводить его в хорошее состояние. И это можно делать бесконечно, и это будет по-настоящему обогащать жизнь. И чем ярче и богаче будешь ты, как вот эта галактика, да, тем больше ты будешь хорошего резонанса создавать со всеми соседними галактиками, с близкими людьми, неблизкими людьми, поэтому эта работа на пользу не только тебе, но и всем, кто тебя окружает. И так как мы все соединены, мы как бы единый такой комплекс такой социальный, да, населяем эту землю, и если ты проработаешь свои аспекты, это создастся больший, хороший, положительный резонанс в мире. И поэтому я желаю тебе успехов на этом пути. Пиши отзывы, свои отзывы в комментариях, может быть, когда ты еще раз пройдешь этот марафон, ты еще раз напишешь отзыв, чем больше комментариев, тем лучше. Спасибо тебе огромное. И еще у меня есть марафон поддержка рода. Если ты забьешь на ютюбе поддержка рода таппинг, то ты найдешь другой мой марафон, который я выложил бесплатно. И если ты его не проходил, не проходил, то тоже пройди, там тоже очень интересно, там еще больше связано это все с родом. И я там тоже обучаю таппингу, и этот марафон, он как бы перекликается. Здесь больше про деньги, а там и про деньги, и про отношения, и про таппинг. Поэтому проходи еще тот марафон. Спасибо тебе огромное. И не прощаемся. До связи. Спасибо, что ты простукиваешь.